5 литров крови под запретом, снова алкоголем пахнет лето. Не учатся люди, никак не хотят, планета во власти незрелых волчат. А когда я слышу чистый лист, бабах в ушах звенит, горцует плесень на каблучках, в печатниках гремит. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, загляните в описание этого ролика, если решите поддержать мой труд, друзья. И у меня за спиной вы видите Евгения Примакова, бывшего премьер-министра РФ, бывшего посла, бывшего разведчика, ну, хотя разведчики бывшими не бывают, и все такое. Человека замечательного, совершившего легендарный разворот Примакова над Атлантическим океаном 24 марта 1990 года, когда НАТО начало бомбить Югославию. Примаков повел себя, как мужественный и достойный политик, он развернул самолет. Вот, и для меня вот такими остались в памяти его достижения, хотя много про него и недоброго могут сказать, люди много и доброго, но для меня это человек, безусловно, знаковый, и его разворот над Атлантикой, безусловно, заслуживает памятника. Вот. Однако, многим этот разворот над Атлантикой пришелся совершенно не по душе. И интереснейший момент, позволю себе сказать, друзья, Алексей Дьяченко, бывший, как его называют, зять Путина, он рассказал, выступил с откровениями в блоге «Эхо Москвы» и рассказал о трудном выборе преемника, о том, как Ебанько, простите, Ельцин Борис Николаевич, старый алкаш, военный преступник и подонок, заливший мой дом кровью, выбирал преемника. И он думал, кого бы ему выбрать, Путина или Евгения Примакова. Вернее, знак равенства между ними и сегодня поставить невозможно, потому что, ну, что такое Путин, ну, правда, потайные каблучки, какая-то там дворцовая плесень, ёршики какие-то зловонные. Или Евгений Примаков, человек, который не побоялся развернуть литерный международный борт, направлявшийся в Соединенные Штаты. Не побоявшийся. Вот. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Хотя я уже представлялся, ну что ж, ладно, еще разок. И меня настолько в шок поверг Султан Хамзаев, глава «Трезвой России», что я до сих пор нахожусь в некоем культурном шоке. Впрочем, Стивен Сиглович Сигл, голливудский актер, который вот был принят ласково Путиным когда-то, а сегодня вступивший в «Справедливую Россию» или вчера там, и заявивший о том, что надо экологические преступления серьезнее наказывать, так вот, вместо того, чтобы помогать бедным, лечить людей, спасать нас от вымирания, ну, он действует по известному ему принципу – вырыванию рук и ног. Так вот, Султан Хамзаев, глава «Трезвой России» такого движения, он пошел как бы еще дальше, он посягнул на святое. Господин Хамзаев заявил, что надо следовать нормам международным, здравоохранения, и россияне сейчас пьют так, что и вымирают, и надо ограничить продажи алкоголя пятью литрами спирта в год. То есть речь идет примерно там о 24 литрах водки или меньше, может быть, я ошибаюсь. В общем, господин Хамзаев идет по стопам своего предшественника, Михаила Сергеевича Горбачева, прозванного в народе метко Мишкой Мечиным. Что ж, к этому мы еще вернемся, но мне все это напоминает, знаете что? Что? Напоминает сказку о паникляксе, об учителе, который наводит порядок в школе. А у нас в школе, друзья, действительно правят какие-то двоечники, не знаю, которые перешагнули через своих предшественников и пожелали начать все с чистого листа. Что ж, вот Алексей Дьяченко, бывший зять Ельцина, рассказывает, почему выбрали не Евгения Примакова, а, простите, я сейчас грязно вырубаюсь, Путина Владимира Владимировича. Так вот, Дьяченко утверждает, что Евгений Примаков не выносил критику. Вот, и, собственно, и у него были долги перед какими-то деятелями, на него влиять могли. И вот они отодвинули Примакова и поставили Путина Владимира Владимировича. Вот, чтобы начать все с чистого листа. Мы все помним взрывы в Москве и Волгодонске, в Печатниках, так называемый «Рязанский сахар», боевую стимуляцию, а затем отравление Александра Литвиненко в Лондоне, полония М-239. Я был на его могиле прошлой ранней весной вместе с отцом Дионисием, который совершил 22 марта панихиду на могиле Александра Литвиненко. И вот что такое чистый лист. Вот, да, Евгений Примаков был фигурой влиятельной, таким, знаете, патриархом в каком-то роде политическим, человеком, не боявшимся Соединенных Штатов и готовым развернуть самолет над Атлантикой. Вот, ну, памятник спорный, но Евгений Примаков, на мой взгляд, одним этим разворотом над Атлантикой его заслужил. Вот. В нынешнем МИДе ярких фигур я не замечаю, а господин Лавров не дотягивает, хоть ему Мария Захарова и помогает изо всех сил. И вообще все происходящее вот с этими нашими вот бонзами все больше напоминает паноптикум. В ЦК КПСС были, особенно в последние годы, обезумевшие старики-маразматики, но и они себе такого не позволяли. Вот новая газета занялась подсчетом, сколько раз и по каким поводам перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, главой Чечни, извинялись. Я подсчитывать не буду, но у меня в голове мелькала мысль сделать всероссийский флешмоб, а лучше всемирный, чтобы вся планета планетарно собралась и перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым извинилась. Впрочем, меня один бывший военный поправил, сказал, что очень много людей, особенно там участников тех адских конфликтов чеченских, не будут довольны таким флешмобом, поэтому я оставил дело в стороне, а новая газета просто посчитала извинения. Но Рамзан Ахматович не останавливается, никакие газетенки его не остановят, и вот он сцепился с оппозиционным блогером Тумсо Абдурахмановым и сказал ему, предложил ему подраться на ринге, но эти убогие бои без правил, со своим сыном родным, Адамом Рамзановичем Кадыровым, 13-летним мальчиком. Но Тумсо Абдурахманов ответил в своем стиле, что вы можете победить только в соревновании по поеданию котлет, я цитирую. Рамзан Ахматович, заранее извиняюсь за все, честно. Вот, и знаете, что, вот так вот Рамзан Кадыров не боится своего сына 13-летнего против взрослого вполне блогера Тумсо, известного человека, вот так поставить. Ну, Кремль, те в нем, кто еще немного соображают, они как-то пытаются исправить ситуацию вот всеобщего безумия, подержа там серого вещества в чьих-то черепных коробках, и они направляют министра культуры Ольгу Любимову, вот эту замечательную девушку, которая не раз около моего дома паркуется в автомобиле с мигалкой, зачем министру, блин, культуры мигалка на машине? Госпожа Любимова, откажитесь от мигалки, покажите себя человеком нормальным, хотя бы вы. И вот Ольгу Любимову направляют с Рамзаном Махматовичем вместе делать какую-то программу о Чечне, которая покажет, что они не только извинений любят домогаться, но еще и чеченский народ действительно славен своей древней культурой, своими историческими сооружениями, культурой и историей. Вот, собственно, они Ольгу Любимову пытаются как-то на праведный путь направить, а то Рамзану Ахматовичу уж больно сильно нравятся бои без правил. Так он в них втянулся, что его сын Адам просто обязан побеждать в каждом бое. Вот такие вот дела, дорогие друзья, просто решил поделиться своими мыслями. А господину Султану Хамзаеву, главе «Трезвой России», я хочу сказать, что благими намерениями вымощена дорога в ад. И вот Алексей Дьяченко и прочие там родственнички или бывшие родственнички, члены так называемой семейки, семьи Ельцина, они сейчас выражают даже квелое негодование по поводу действий Путина, который все начал с чистого листа. А сейчас, похоже, уже начинает отказываться от целого ряда обязательств. На самом деле для меня совершенно очевидно, почему семейка выбрала не Евгения Примакова, как бы спорный человек, безусловно спорный и непростой, и вовсе не пролетарий, не отцахи, и вовсе не социалист. Он был главой торгово-промышленной палаты какое-то время, и связи у него, безусловно, мощнейшие были. Не пустили его на трон из-за того самого разворота над Атлантикой 24 марта 1999 года, короче, вот, из-за этого разворота его и не пустили. Помните тот самый знаменитый ельцинский десант управленцев, когда там десятки тысяч из-за Атлантики обученных молодых специалистов прилетали? Все же уже начали с чистого листа. Вот ельцин так и любит чистый лист. Что ж, друзья, одно могу сказать. Очевидно, что при аппетитах семейки Ельцина их запасы подножного корма, украденного у России, постепенно заканчиваются, и на них, кроме того, оказывают серьезное влияние приютившие их западные державы, включая Великобританию. Вот. И внученька Ельцина, которая называла людей России пылью у своих ног, может пожалеть однажды о своих словах. Вот. Бог любит, когда все вращается. Собственно, так оно и будет происходить. Но Бог любит, когда все вращается и развивается. А сатана любит, когда все ходит по кругу. Именно поэтому у нас в сатанинском государстве правят всегда с чистого листа. Каким бы Евгений Примаков ни был, я уверен, что если бы он пришел к власти, множество из того, что произошло, не случилось бы вовсе. Такие вот дела. Но ужас в том, что всем миром правят с чистого листа. Вот такие вот дела. И несмотря ни на что, вакцинация продолжается. Что же, еще раз подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, загляните в описание этого ролика, если решите поддержать мой труд. А я в этом нуждаюсь, снимаю на сломанный телефон. Надеюсь, качеством вы, друзья, останетесь довольны. И знаете, в Паникляксе там были дети и учитель. А куда же делись взрослые? Неужели дети их все убили? Конечно, в этой детской книжке все не так, не убили. Но в реальной жизни наши исчадия ада, наши упыри пожирают своих прародителей. А иногда и просто родителей. Вот такие вот дела. Замечательный скверик выстроили. Евгению Примакову памятник поставили. Потому что, чтобы не было, он из их ГОП-компании. Однако, очень часто они говорят, очень много они говорят. И проговариваются они ежедневно и постоянно. Что дает мне возможность, дорогие друзья, быть для вас, исключительно для всех вас, аналитиком. Аналитик я опытный, 15 лет стажа в газетах. И говорю я только правду. Почему? Да потому что, кроме вас, мои дорогие зрители, меня никто не поддерживает. Доброго денечка!